Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 12 июля я вот пришла сейчас обобрать еще одну скороспелку малиновая ляна. И хочу ее похвалить. Это тот сорт, который тоже у меня на протяжении многих-многих-многих лет выращивается. В каталоге под номером 27 это малиновая ляна и просто ляна. И тот, и другой сорт прекрасен, дает всегда дружная отдача урожая. Дает всегда вот такие ровненькие, красивенькие, выровненные плоды. На них никогда нет уродливых плодов, никогда нет махровых цветов. Но тут я сама виновата, немножко передержала и спела, и уже полопались. А вообще они как игрушки, прям стандарт. И смотрите, как много их на кустиках, они прям нанизаны. Я всегда нижние пасынки удаляла до цветочной кисти, ну чтобы был куст поаккуратнее. Но в этом году я наслушалась, многие пишут, что не удаляя нижние пасынки, можно продолжить плодоношение вот этого ультраскороспелого сорта. И я их оставила. И смотрите, что у нас на пасынках. Ну вот этот сейчас дружно отдаст урожай, они сейчас поспеют. Я вот сейчас их отбираю. А смотрите, пасынки, которые я не удалила, там вторая волна начала образовываться, вот этих вот плодов на каждом, на каждом пасынке. И, короче, каждый пасынок превратился еще в полноценное растение. Я вот их разложила. Видите, по земле вот они у меня лежат. И они тоже будут спеть. Нынче первый год. Ну, конечно, неудобно. Их надо куда-то или туда подвязывать, или они у меня на дорожках лежат. Первый год попробовала оставить пасынки, посмотрю. Вот это сейчас, когда обберу, все поспеет, я тогда их подтяну и подвяжу. Поэтому рекомендую всем, опять же, это тот самый как раз томат, который выручит вас или работающих огородников, или тех, у кого короткое лето, или тех, у кого холодное лето. Это ультраскораспелый сорт с коротким сроком созревания. Зреет много, зреет дружно. Можно и в заготовке назначение универсальное. Плоды, правда, не велики. 60-80 до 100 граммов. Но они зато все, как штампованные, идеально смотрятся в банках для засолки, для салатов, для всего. И красная ляна, и малиновая ляна. Оба сорта прекрасные. Выращиваю всегда. Это номер 27 и 27А. Неприхотливые, невысокие. До 50 сантиметров больше не вырастают. Можно выращивать и в теплице, и на улице. Видите, какие хорошенькие. Еще хочу добавить. Этот сорт может выручить тех, у кого на огороде часто возникает фитофтура во второй половине лета. Они вас выручат, потому что они успевают отдать урожай до наступления фитофтуры. Вот теперь точно все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...